Научно-исследовательский институт аграрных проблем Хакасии по статусу считается комплексным зональным научным учреждением, которое проводит фундаментальные и прикладные исследования в сфере агропомышленного комплекса Юго-Средней Сибири. Разработки проводятся в рамках государственной программы фундаментальных исследований и по нескольким грантам, в том числе Республиканских министерств образования и науки и сельского хозяйства. Причем не только на территории Хакасии. В зону научных изысканий института входит еще территория Тувы и южных районов Красноярского края. Одно из ведущих направлений деятельности – сохранение биологического разнообразия растений. В основном все исследования этой группы проходят в Дендрарии и Ботаническом саду. Это гордость института. Здесь на сравнительно небольшой площади собраны более 600 видов деревьев, кустарников и травянистых растений из нескольких регионов Земли. Например, дуб черешчатый таволга из Европы, дейце и лианы привезены с Дальнего Востока. Мы проводим исследования, проводим постоянно наблюдения за ними, выделяем наиболее красиво цветущие именно для озеленения. И в последние годы особенно активно мы внедряем их в производство. Сейчас со всех парков Абакана, Черногорска и уже более активно Сайногорск подключаются к приобретению наших саженцев, потому что они очень адаптированные, они очень долго выращиваются здесь. Здесь коллекция насчитывает более чем 60-летнюю историю. Сейчас в парках Абакана вы спокойно можете увидеть и черемуху маака, и форзицу яйцевидную, и калийну саржента, и снежноягодник белый. То есть очень многие растения идут как раз вот из наших коллекций, коллекции, которая была заложена, Нина Ивановна Лиховит, именно вот этот вот участок с 1975 года. Кроме того, в группе сохранения биоразнообразия занимаются изучением дикорастущих, декоративных цветов и кустарников. Основное их достоинство в том, что эти растения практически не требуют ухода, могут применяться для создания зеленого покрова на угольных отвалах, отработанных участков карьеров, либо запаханных полигонах бытовых отходов. Было испытано около 300 видов растений. В производство были рекомендованы, естественно, не все. За прошлые годы были разработаны технологии вот клауси слонцепечной, флоксы. Клауси слонцепечной как очень декоративный, малоизученный. Флокса сибирского как редкого растения, занесенного в Красные книги. А также была разработана у совершенственной технологии радиолы розовой. Ну, мы знаем с вами, что радиола розовая, она лекарственное, ценное растение. Ну и к тому же, ботаники ее относят к декоративным. То есть ее можно использовать как в лекарственных целях, так и использовать для зеленения, рекомендуется, аркариев, горок. Лекарственные растения, вернее, технологии их выращивания также входят в сферу интересов сотрудников лаборатории. Практически все целебные травы, которые могут культивироваться в наших условиях, собраны на небольшой площадке ботанического сада. Такие мини-плантации каждый может вырастить у себя на грядках. Те виды, которые мы считаем, даем оценку перспективности, наиболее перспективные виды, которые могут в наших условиях вырасти, мы их рекомендуем, конечно, прежде всего на приусадебных участках. Потому что каждый человек может свою аптеку вырастить у себя дома. 96 видов лекарственных растений. Это растения степной зоны, лесостепной, высокогорненькие есть. И в то же время есть растения инорайонного происхождения, то есть это Северная Америка происхождения, к примеру. Они могут у нас произрастать. Если, особенно, допустим, если на приусадебном участке, можно создать условия, то есть это более увлажненные условия, хорошо удобренная почва. И практически можно вырастить любое растение. Сотрудники группы агропочвоведения и землепользования в этом году будут работать над региональной программой совершенствования почвозащитной системы земледелия Хакасии. На разработку программы из бюджета республики выделено 750 тысяч рублей. Речь идет о том, что при распашке залежных земель соблюдалась полосная система. Когда пашни и посевы чередуются со стерней, ветер в этом случае не может унести плодородный слой. Кстати, такой метод для Хакасии не в новинку. Его успешно применяли в 60-х, 80-х годах прошлого века. Предыдущее поколение специалистов, агрономов уже ушли, можно сказать, а их нет сейчас. Пришло новое поколение, которое, можно сказать, слабо подготовлено в этом отношении. И началось снова отступление от тех разработок, которые были сделаны в Хакасии. И начали распахивать вот эти полосы, сплошь обрабатывать. И тем более много земель было у нас отведено под залеж, залежные земли. А сейчас распах, то есть обработаны вот эти залежные земли на площадь 130 тысяч гектаров. И при том без всяких разработок. Мечтают в институте и о составлении подробных почвенных карт региона. Но пока на эту важную и масштабную работу средств не хватает. Поэтому сейчас ученые занимаются прикладными работами по оценке плодородия залежных земель. Мы сейчас работаем над методикой определения пахотной пригодности почв и оценкой этих залежных земель и пашни. Вот мы для фермерского хозяйства одного отработали по методике. Сейчас мы в этом году берем Бейский район и полностью мы хотим сделать для Бейского района. Так как Бейский район, там есть все зоны. Сухостепная зона, степная зона, предгорная там и подтаежная, как бы лесостепная мы называем зона, более влажная. И, конечно, климатические условия совершенно разные. Почвенные также отличаются. Поэтому оценка будет совершенно разная. Допустим, в лесостепной зоне более плодородные земли, но не хватает тепла. В сухой степи менее плодородные, но тепла достаточно. И какие сельхозкультуры, где могут лучше произрастать. Вот это мы тоже можем рекомендовать. Оценку плодородия проводят по общероссийскому стандарту. За 100% выбраны черноземы Краснодарского края. Наши ученые предлагают в том случае, если плодородие почв не превышает 20%, вообще не сеять на них зерновые культуры. А, например, размещать многолетние и однолетние травы для кормопроизводства. В институте разработано несколько новых сортов, идеально применимых в наших условиях, в том числе и три сорта суданской травы. Это суданская травы Ташибинская. Очень скороспелый сорт, который даже среди всех сортов в районах Российской Федерации считается ультраскороспелый. Следующим этапом селекционной работы является создание сорта Туран-2. Сорт – это более продуктивный по кормовой массе по сравнению с сортом Ташибинской. Имеет высокую облиственность и высокие показатели по качеству массы. В последнее время у нас сорт суданка травы Росинка, который сравнительно недавно только включен в сорт испытания. Это сорт еще молодой. Он включен в сорт испытания по нашему девятому региону. То есть сюда входит и Иркутская область, и Бурятия, и Красноярский край. Эти вот сорт этот более по кормовой массе, он более продуктивнее, чем Туран-2 на 15-20%. Занимаются в институте проблемами сохранения естественных пастбищ. С уменьшением в четыре раза поголовья овец эта проблема стала менее болезненной для всей территории Хакасии. Но продолжается деградация локальных выпасов, которые начинаются сразу за околицей сел. Выход я вижу в том, чтобы готовить специалистов. И в этом, в общем-то, я писала в своих статьях. Министерство сельского хозяйства в курсе и правительство готовит специалистов именно пастбищников, луговедов, которыми занимались конкретно. А пастбища наши, в общем-то, они очень устойчивы, по сравнению даже с европейскими пастбищами. Если им давать отдых периодически и рационально использовать, они можно считать, ну, можно вечно их использовать. Это традиционный опыт показывает. И причем, по опыту ведения пастбищного хозяйства, традиционного, как было в прошлом, должны преобладать в структуре поголовья овцы и лошади. У нас пастбища, в основном, степные. У нас настоящие преобладают КРС, то есть крупные рогатые скоты. Они не приспособлены на наши пастбища, не для крупного рогатого скота. Это степи. Животноводство остается одной из важнейших сфер деятельности института. Здесь занимается выведением новых пород овец и крупного рогатого скота мясного и молочного направлений. А также профилактикой различных заболеваний животных. Сотрудниками нашей лаборатории мы разработали систему профилактики и лечения для желудочно-кишечных болезней молодняка. Данная система позволяет сократить падеж на 30% и срок болезни также сокращается в 2-3 раза. Провели по данной системе внедрение в хозяйствах – это Роджаникизовском, Ширинском, Усть-Абаканском. Это лишь небольшой спектр научных исследований, которыми занимаются специалисты НИИ аграрных проблем Хакасии в последние годы. На визу полученных результатов подтверждают около 50 патентов правительства Российской Федерации. Редактор субтитров А.Семкин